Добрый вечер. В студии Екатерина Романова, и у меня сегодня в программе очередной необыкновенный гость. Культовый российский художник-график, дизайнер, лауреат множества престижных профессиональных премий, академик Академии графического дизайна, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Игорь Гурович. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, ваше имя в основном связано с плакатными работами. Я знаю, что вы работали над совершенно разными проектами, рисовали и продолжаете рисовать тематические плакаты, а в 2008 году создавали стиль Олимпийской сборной России, оформляли «Русскую неделю» на форуме в Давосе, «Кинотавр», «Золотой орел», «Институт Геота», «Британский совет», «Журнал «Эксперт», «Мэрию Парижа» и список этот невероятно велик. Как все это умещается в одних ваших руках? Во-первых, очень важно бывший член Президентского совета по культуре, это очень важно, Вас оттуда попросили? Попросили, да. За что? Не знаю, за прогулы, наверное, я так думаю. Но, во-вторых, все эти работы растянуты во времени, и это 20 лет моей жизни, поэтому... Накопилось. Накопилось. Ну, давайте начнем сначала. С чего все началось? Вы закончили высшее училище. Строгановское. Строгановское. По классу. Автомобильный дизайн. Вот интересно, почему автомобильный дизайн в вашей душе не осел? Вы знаете, это, в общем, мне кажется, какое-то качество российского обучения начала 90-х. Я ненавижу автомобили. Пять лет учебы в Строгановке внушили мне устойчивую ненависть к любому автотранспорту. У меня его нету, я его не вожу, не люблю, он мне неинтересен. Вот. Зато все остальное, что было под запретом, графика и плакат, то, что занятие чим не поощрялось в институте, я с удовольствием делаю до сих пор. То есть плакат – это было такое хобби поначалу? Плакат – это была возможность несистемного высказывания в институте, да. Ну, наверное, на полях, да, где-то на семинарах. Все начиналось с этого, в повисовочке, а дальше уже все это вырастало и округлялось и раздвигалось в горизонтах. Ну, поскольку московская семья, и мне очень хотелось заниматься плакатом, мой отец нашел, позвонил другу, который работал в гид-плакате под управлением Бориса Вимовича Ефимова. И с 20 лет после армии я стал ходить на художественные советы, на гид-плакат. Рабочих с винтовками, комсомолок, комиссаров, вышки я могу нарисовать с завязанными за спиной руками и с завязанными глазами. Все это в руках еще сидит. То есть это была советская школа? Это была советская школа, да. А как она внутри вас реформировалась? Ведь вы не за рабочую и колхозницу получали награды. Безусловно, нет, награды начались сильно позже, а это была просто хорошая школа, и это было содружество людей, которые искренне любили плакат. Они действительно по плакату были влюблены, и это была такая форма жизни. Там был и Фима Цвик, Игорь Маестровский, Юра Боксер, все люди, которые сейчас считаются классиками советского перестроечного плаката, все работали там. Здорово. А кто повлиял на выбор вашей профессии? Лена Черневич в 1993 году выпустила первый журнал по графическому дизайну, который назывался «Да». И там была большая статья о том, как проходит юбилей Томашевского в Варшаве и фотографии людей, которые приехали со всего мира на этот юбилей. И фотографии этих людей прекрасных, со злыми, ироничными, красивыми лицами, смешно одетых, я всегда хотел быть на них очень похожими. И потом подумал, что если люди в цеху так выглядят, я бы хотел принадлежать... Быть в этом цеху. Быть в этом цеху. Забавно. И как начиналась ваша работа с этими людьми, как вот этот профессиональный рост? Потому что я к чему хочу дойти. Вы увидели журнал «Да», прочитали эту статью. Вы поработали с такими фамилиями из цеха. Вы получили какую-то школу. И дальше уже вы начали получать признание, начали участвовать в выставках-конкурсах. Вот у меня здесь есть целый список. Это и Всероссийская выставка-конкурс дизайны, Московский международный фестиваль рекламы. И вы получили премию инновационного дизайна ДИА. И выставкой в Нью-Йорке вы участвовали. И персональные выставки вы делали. И все вот это вот шло-шло-шло. И потом был какой-то следующий перелом момент, переломный момент в жизни, как мне показалось по вашей биографии. Это ваша работа над плакатами для культурного центра «Дом». Вы знаете, чудесная же цитата Булгаковская «Никогда не проси ничего того, кто сильнее тебя, сами придут и все дадут». В общем, наверное, не было никакого переломного момента. Я пытался заниматься тем, чем я люблю, и искренне этим заниматься. Вот. И были там глухие 5-6-7 лет, когда, ну, собственно, я этим занимался и занимался. А потом вдруг неожиданно люди стали это любить и давать за это призы. Я ничего специально для этого не делал. Ну, то есть я как-то в этой своей любви эволюционировал, но ничего специально для того, чтобы... То есть вы сами никуда не номинировались, не лезли в никакие премии? Это просто вот замечали ваши работы и вас как-то выдвигали? Нет, в дизайнерском мире это немножко по-другому происходит, потому что отправить работу на выставку должен ты сам. Я действительно их отправлял, но я отправлял их с самого начала. То есть как-то я только начал этим заниматься серьезно, я стал отправлять работу на выставке. Вот. Их принимали или не принимали, потом их печатали или не пекали. Реагировали или не реагировали. А потом вдруг раз и начали давать премию. И вот после... Почему я хочу о доме? Потому что после этого момента вы создали, стали создателем, одним из создателей дизайнерского бюро «Остингрупп». После этого у вас пошли совсем другие работы, как мне кажется. Это оформление фирменный стиль московского международного кинофестиваля «Кинотавра» и «Золотого орла». Это фирменный стиль Олимпийской сборной России. Это вот нашумевшая компания с логотипом «Эксперта» в 2004 году. То есть вот до дома было как-то по-другому, а после дома стало вот совсем по-другому. И как это произошло? Там тоже не совсем это правильно, потому что то же самое было и до дома, но это было издательство «Имопресс». И, собственно, эти работы не являются... Работы внутри агентства не являются только моей заслугой. Вот. «Остингрупп» — это принципиально другой способ организации бизнеса. Это маленькая дизайнерская компания. И поэтому у меня есть возможность сказать, что эти работы именные, я их делал, или я был внутри творческой группы. Внутри агентства это невозможно, потому что там очень большая группа, и не к тебе приходит заказ, он приходит в агентство. Поэтому были большие работы внутри «Имопресс». А я правильно понимаю, что в «Имопрессе» вы оформляли книги? В том числе и книги, но мы... И плакаты были, и журналы были. То есть это вся дизайнерская работа? Конечно, конечно. И вас, как штатного сотрудника «Имопресс», периодически там представляли где-то на каких-то выставках? Да, да. Это была именно такая работа. А дом — это была работа с «Имопресс» или это была отдельная? Начало дома был еще «Имопресс», да. Мы еще были дизайнерами в «Имопресс», наша группа, которая потом выделилась и стала самостоятельной. Да, мы все сидели там. И она превратилась в «Остенгрупп». И она превратилась в «Остенгрупп». Много вас? У нас было три человека. Мы ушли из «Имопресс», Аня Наумова, Белоусов и я. Вот три прекрасные дизайнера. Это вообще, на самом деле, еще отдельное большое счастье, когда жизнь сталкивается с людьми, которые мало того, что являются твоими друзьями, они являются твоими... Соратниками. Соратниками, единомышленниками. Единомышленниками, да. И вообще братскими плечами. То есть в этом работать не просто удобно и комфортно, в этом получается творить как-то иначе? Как у вас ощущения? Безусловно, конечно. Это же такой все время обмен силами. И творческое, дружеское, цензурирование – вещь просто необходимая. И вообще двигаться внутри искусства, двигаться шеренгами гораздо лучше, целесообразнее, чем двигаться одному. Большие коллективы гораздо более выживаемые и продуктивные в этом отношении. Ну вот, очевидно, вот тот масштаб, который у вас появился уже при участии дизайнерского бюро «Тингрупп», это как раз этому и подтверждение, да? Да, да. Смотрите, как в любой профессии, такой же вопрос, кто такой священнослужитель? Есть разные статусы внутри профессии. Графический дизайнер – это человек, который сидит и делает визитки. Он графический дизайнер. Или обслуживает принтер. К сожалению, как правило, в России, собственно, этот человек и называется дизайнер. То есть это абсолютно такой низкий официантский уровень. На самом деле, это люди, которые занимаются большими коммуникативно-пространственными проектами, выстраивая лица государством, корпорациям, городам, художественным явлениям. То есть это такое имиджмейкерство в некотором ключе, да? Да, да. А хорошие дизайнеры, собственно, это совсем имиджмейкерство. Угу. Хорошо. И как вот с кинофестивалем или с олимпийской сборной? Как вам в команде вашей? Вы же втроем это делали, я так понимаю, продолжали. Как вы распределяли роли? Как вы... Кто над чем работал? Как это все выпестывалось? Вот как это было? Во-первых, это... Кому идеи приходили в голову? Вы знаете, очень по-разному. И опять же, большое счастье внутри коллектива. Это еще часть темпераментов. Когда ты не говоришь, что идея моя, а это там мое. Это все общее. Это все общее. Это ваша природа такая? И ваших соратников? Или это, может быть, какая-то характерологическая особенность творческих людей дизайна? Безусловно, нет. И часто очень сложно научить себя говорить, это не мое, это наше общее. Но с точки зрения быстрого продвижения, это, опять же, вполне целесообразно. Потому что как только ты начинаешь внутри общего теребить что-то под себя, это нарушается скорость, меняется под это... Вообще баланс нарушается. Баланс нарушается. Поэтому сказать, все наше. Сидели за столом, ты спал, а мы двое говорили, мы вместе работали, троем. Неважно, кто чего делал, кто в каком настроении. Это наша совместная работа. Поэтому на разных проектов по-разному. Кто-то всегда был сильнее, кто-то вел, кто-то был слабее. А что-то запомнилось из этих больших проектов? Почему большие? Потому что хотя бы их люди знают и могут какие-то воспоминания картиночного образа пойти. Как-то легче вспоминать недавние проекты. От этих есть какое-то ощущение счастья и, например, понимания того, что попадем ко мне сегодня, я бы все сделал по-другому. Ну вот бывает же такое. Вот я это сделал, но тогда, это же когда было, там, 10-20 лет назад. Сейчас-то я уже по-другому делаю, по-другому думаю, по-другому воспроизвожу что-то. А иногда бывает немножко, да, я это делал, но я еще был неопытен. Есть такое вот ощущение какое-то, что что-то не так? Или все в духе времени и вполне себе соответствует профессиональному, например, образу? Знаете, очень важная штука, не стыдно. За эти проекты не стыдно. Вот это важно. Вот это, правда, очень важно, потому что есть какие-то вещи, которые, ну, под обаянием каких-то работ или людей мы делали на гребне модности. И на волне какой-то, да? На волне какой-то. На воздухе, да? На чем-то, что висит в воздухе, да? Сейчас за них стыдно. Потому что там модности больше, чем... А она как раз и устаревает. Она очень быстро устаревает, да. А как вот так зацепиться в стороне от этого? Как устоять от веяния, от явлений каких-то? Тем более, что дизайн это всегда с модой очень сильно соприкасающаяся. Знаете, мы когда-то для себя решили... Глупая идея 25-летних молодых дизайнеров, что мы попытаемся найти русский, московский язык в графическом дизайне. И, собственно, мы его пытались найти. Поэтому, что нам этот поиск позволял не впадать в модности. Ну, там, в большей или меньшей степени. Что-то, что проходит через века, да? Что-то, что сохраняется как культура, как история. Что соответствует ментальности, ну, визуальной ментальности русской, как нам казалось. Или там даже, скорее, московской, не русской, московской. Понимая, что в Новгороде она другая, а в Санкт-Петербурге третья. Нашли? Наверное, нет. Но, с другой стороны, поскольку мы много искали, много экспериментировали, мы, в общем, выработали свои собственные языки. Вот это помогло выработать языки, что позволяет не впадать в общепринятую модность. Через минутку мы продолжим наш разговор. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и Игорь Гурович. Культовый российский художник, график и дизайнер, лауреат множества престижных профессиональных премий, академик, академия графического дизайна. И мы говорили с Игорем минуту назад о том, что очень важно было для Игоря и его команды, а это дизайнерское бюро «Остин Групп», найти нечто свое, какое-то свое индивидуальное представление и выражение мыслей в дизайне плаката или оформления или чего-то, так, чтобы это было не устаревающим, чтобы это было не модным, а профессиональным и востребованным. Правильно я вас? Да. Услышала. Скажите, пожалуйста, а вот какое отношение у вас к клиентам? Я знаю, что заказчик, он, конечно, как клиент всегда прав, но заказчики всегда очень творческие, в кавычках, люди. Творческие в том, в чем они не очень смыслят, и поэтому они всегда влезают в процесс, там, передвиньте на пять пикселов влево, поднимите эту картинку вверх и так далее. Вот этот процесс, он как часто с вами, как он мешает, не мешает? Вы знаете, это правда важная штука, и это, в общем, наверное, из немногих моих действительно больших гордостей на сегодняшний момент. Мы, в общем, заработали право работать с теми, с кем у нас происходит любовь, потому что дизайн – это история, которая вытекает из диалога. Диалог можно вести только с равным тебе. Вести диалог из официантского статуса, чего изволите, не приводит к хорошему результату, к сожалению. Ну, просто нету опытов, хороших результатов официантской коммуникации. Вот, поэтому только в нормальном человеческом диалоге общение рождается хороший дизайн. И человек, который приходит к нам с каким-то запросом, он гораздо лучше нас понимает в сути этого запроса. Если он кинорежиссер, он лучше понимает про свое кино. Если это банкир, он гораздо лучше понимает все про своих клиентов и про свои необходимости. Но зеленый или красный, влево или вправо, в этом понимаю лучше я. И тут мы друг другу должны верить, иначе невозможен хороший результат. То есть вы на берегу договариваетесь? Мы договоримся. Я у тебя выясняю бриф, все, что тебе нужно передать по смыслу этим изображениям. А дальше уже моя работа, и нравится она тебе или не нравится, ты уже там решаешь по факту. Гораздо больше. Кем ты хочешь быть? Что ты хочешь сказать миру? На каких-то материях, да? На какой-то энергетике. То есть все это срабатывает. И были такие случаи, когда клиент сказал, не, ну это фигня, это мне не нравится, я в такую сторону не думаю. На берегу не было таких разговоров. Потом по факту, да, действительно были предложения, которые клиент не принимал. Не принимал. Ну то есть это вкусовщина какая-то, да? Безусловно, да. То есть это такая очень-очень творческая сторона, когда невозможно угодить всем. Невозможно, но с другой стороны, клиент в этом отношении абсолютно прав, потому что ему должно быть комфортно. Это все-таки... Он примеряет на себя какой-то костюм. Он неким образом после работы со мной должен каким-то образом выглядеть. Если ему в этом жмет некомфортно, ну я ничего не могу с этим сделать. Вот, но при этом проектировать тренировочные штаны с золотыми лампасами я тоже не могу. Но есть много людей, которые делают это лучше меня. Ну то есть вы можете позволить себе отказаться от клиента. Да, это вот главное приобретение последних лет. Я действительно... Это облегчает? Я за любовь. Нет любви, нет работы. Не бывает чудес. У меня не получается. У кого-то получается, у меня не получается. А расскажите, пожалуйста, вот про такую историю. Ну там отношения с клиентами, это все-таки отношения коммерческие. Но есть же в вашей биографии и другая сторона. Вот, например, к нам пришел музей кино, государственная институция. Там очень много работы, но у музея нет денег. Мы сказали, хорошо, музей кино, мы вас очень любим, и то, что вы делаете, считаем важным. Поэтому будем делать для вас эту работу бесплатно, потому что мы русское дизайн-бюро. Я читаю выдержки из интервью про вас. И вот кто поддерживает музей кино просто так? Ну вот зачем вам это нужно было? Или это же должно государство делать? Почему вы так ответили? Ну, смотрите, есть музей кино. Он делает очень важное дело. Он, в общем, про то, чтобы в Москве культурным мальчикам и девочкам, которые хотят все знать про кино, было место, где они могли бы а посмотреть, б поговорить, и чтобы вокруг этого купила какая-то жизнь. Я живу в городе, эти мальчики и девочки меня окружают. Мне кажется важным, что, во-первых, не хочется, чтобы было за державу обидно, но такие высокие слова, а во-вторых, я делаю работу, которую я люблю, для институции, которая, мне кажется, очень важна, и я могу ее сделать бесплатно, потому что, мне кажется, эта работа просто должна быть. То есть на улицах города или там внутри пространства музея кино это должно быть. У меня есть убеждение, оно должно быть. Ну, это какой-то альтруистичный такой посыл внутренний, да? Абсолютно нет. Потребность, наверное? Ну, чтобы день не зря был прожит. Ну, вот как? Знаете, когда мусор лежит в подъезде, это же нормально выйти, его убрать. Или когда там плохо покрашена дверь, нормально выйти, ее покрасить хорошо. Это же наша с вами среда обитания. Если что-то можно делать непротивным для вас способом, А тем более любимым. А тем более любимым, почему этого не делать? Мне кажется, это какая-то очень такая естественная история. А вот с мэрия Парижа, другая история, предложила вам сделать плакатка «Дню города Парижа». Написали большое письмо, там, все, какая-то честь для Парижа. Вот эта работа. Ну, тоже денег не дали-то ведь. Нет, во-первых, эти деньги дают. Во-вторых, это все-таки история не про меня, а про Остенгруппу, потому что они обратились к Остенгруппе. Вообще-то французы нас ужасно любят. И больше половины наших выставок международных, оно или там преподавание, они, собственно, во Франции проходят. Проходят, да. А дело в том, что мы по составу, поэмоционально, очень похожи на их группу Грапю. Это такие короли французские 68-го года. Правда, они говорят, что мы вот русский Грапюз. Мы для них какая-то, значит, французская реинкарнация. Вот. Они обратились к Остенгруппе, и мы должны были выбрать одного из нас, чтобы он делал плакат. Это Аня Наумова, она будет делать плакат. Когда как раз французы деньги платят. Деньги небольшие, но, собственно, они вполне человеческие. Это совсем не элитруизм. Это очень почетное предложение, статусное. Все бы его делали и без денег. Но тут еще мэрия Парижа понимает, что платить за дизайн надо. Она платит. Ну, хоть так. А вот еще одна статусная, наверное, штука. Вы встречались в пору президентства еще с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И на этой встрече вы не просто с ним поручкались или обсудили перспективы дизайна, наверное, развития в нашей стране. Вы попытались ему сделать предложение. Как это было? Расскажите эту историю. Ну, собственно, уже в тот момент было понятно, что с этой Олимпиадой будет и как все сложится. Тоже мне, в общем, беном не то. Мы давно здесь живем. Речь идет про Олимпиаду 2014 года в Сочи. Да, 2014 года, да. И это был как раз, там, три года назад возможность поднять в Россию индустрию. Просто даже денег не надо было платить. Просто включить административный ресурс. Потому что все сейчас будет китайско-турецко-тайваньское. Тайваньское. Вот. А тогда чуть-чуть подвинтить его и дать возможность русским дизайнерам делать какие-то лимитированные дизайнерские вещи. Включить максимально большое количество народу. Опять же, это не история про деньги. Все бы включились в работу с удовольствием. Со своей деньги по большому-то счету. Ну да, но... По крайней мере, производственники-то, наверное. Важно, чтобы это было реализовано. Чтобы это не были какие-то дурацкие конкурсы, которые делают для галочки. И провели, деньги сняли, и больше ничего нигде и не появилось. И какой-нибудь там Руслана выиграл тендер, да? Ну, неважно кто. Из этой серии. Вы имеете в виду, что это малый бизнес, да? Что это малые производственники, которые бы могли делать там что угодно. Стаканы, тарелки, вилки-ножики, салфетки, что-то там, бейджики, еще что-то. А государство не брало бы с них налогов? И главным условием было то, что эти маленькие компании, или средние компании, неважно, воплощают дизайны российских дизайнеров. То есть свести дизайнеров и производство, дать им какие-то послабления... С послаблением налогов и сделать всю эту красоту на, казалось бы, одном мероприятии, но с продолжением жизненного цикла. Это, правда, подняло бы отрасль. И как отреагировали на такое? Конечно, положительно. Позвонили, пригласили, отчитали. И все закончилось. То есть приняли положительно, улыбнулись, подарили золотой подсигар, и потом все растворилось как... Золотой подсигар – это цитаты, пардон. Понятно. Ну, то есть никак это не сдвинулось, ни с какой точки. А была история, что вас пригласили на тендер поучаствовать в логотипе Олимпиады Сочи 2014? Нет, не было такого. Никто не приглашал, да? Нет, он уже был к тому моменту. Ну, хорошо. Смотрите, ну вот у вас еще есть какая активность? Вот мастер-класс в Киевском художественно-промышленном институте или Харьковской академии графического дизайна или в рамках программы по социальному плакату в Красноярдске. Вот вы курируете некоторые проекты, и ваша задача там какая? Зачем вам это нужно? Зачем вы туда едете? Это же далекие города. Смотрите, есть, опять же, это цеховые истории. То есть Киев, Харьков, Красноярск, они выбраны не случайно? Нет, они выбраны случайно, потому что там есть жизнь. И другие города могли быть, но просто там жизни нет. Там совсем выживанные такие марсианские пустыни. Есть важная история. Цех старый, и старшие опекают младших. Это нормально. Меня, правда, очень много опекали. И, собственно, то, что у меня есть, я обязан людям, которые тратили время, со мной разговаривали, показывали мне книжки, кричали на меня, наливали мне водку. Не важно, там очень разные общения. Разные способы коммуникации. Разные способы коммуникации. Что-то пытались донести же, заложить. Да. Вот за этим. Понимаете, у меня есть ощущение, что дети не верят в справедливости конкурса. Есть вообще ощущение, что все происходит несправедливо. И что в конкурсе нельзя выиграть, если ты не зять, не сын, или если мне не заплатил. И что всегда побеждает самая верноподанная дрянь. И что миром правит бездарность. Миром правит бездарность. Есть масса, в общем, вполне понятно, почему взявшихся этих убеждений. И поэтому я соглашаюсь на предложение из Красноярска, или Харькова, или Киева, ровно потому, что я могу сказать, вот смотрите, я буду судить конкурс, и буду судить его честно. И поэтому бездарным работам я буду заворачивать, а хороших я буду привечать. И поэтому есть смысл делать хорошее. Нет смысла делать такую верноподанную дрянь. Попробуйте сделать хорошее, и оно будет оценено. Потому что вы даже не представляете, как работают дети на периферии. Как они пытаются понравиться. А понравиться они пытаются очень глупо и очень... И очевидно. Очень бледовито, извините. И как вы по результату, как вы оцениваете, у вас получилось донести? Детское мышление как-то развернулось, а не стали стремиться? Я не знаю. Ну, попытка была? Я сделал все, что мог, да. Ну, то есть это не я один. Опять же, многие мои друзья поступают ровно так же и включаются в эти процессы. Это не то, что это прям сильно трудоемко, но это времяемко. А время очень... Ну, это же надо выдрать из своего расписания. Наверняка вы очень занятый человек. У вас столько регалий, вас везде приглашают. Вы участвуете и в конференциях, и в выставках. И свою работу когда-то надо делать тоже большие проекты. Ну, ведь семья есть наверняка. Есть же семья. Есть. И дети есть. Дети есть. Сколько детей? Ну, это сложный вопрос. Ну, мальчик и мальчик. Мальчик и мальчик. Вот, двое мальчиков есть. Им же тоже нужно уделять время. А тот поехал в Киев, поехал в Харьков, поехал еще куда-нибудь в Красноярск. И там тоже каким-то детям что-то там рассказываешь, что-то там пытаешься им внушить. А на своих-то детей времени-то нечасто хватает. Но ведь это все равно кому-то нужно. Это же зачем-то нужно. Ну, мне кажется, очень важно отдавать. Мне это было дадено. Я должен честно это передать в надежде на то, что эти дети, которым было передано, передадут потом. Вот эта вещь в профессии не должна порушиться, потому что во многом профессия на ней держится. То есть это некая такая позитивная цепная реакция, которую надо поддерживать просто каждому человеку, участвующему в этой цепи. Продолжим через минутку. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и Игорь Гурович. Культовый российский художник, график и дизайнер. Лауреат множества престижных профессиональных премий. Академик Академии графического дизайна. А еще человек, которому не безразлична судьба дизайнерского искусства. Которому не безразличны дети, которые растут на этой почве, будущие дизайнеры, и которым не безразличны какие-то человеческие ценности. Собственно, об этом и разговор. Игорь, я знаю, что вы делали несколько работ, не знаю, насколько много работ, но делали совершенно бескорыстно работы для фонда «Подари жизнь», например, для детских хосписов, для фонда помощи детям с синдромом Дауна. Что это за проекты? Как это пришло в вашу жизнь? Откуда появилось это? Это всегда счастливым образом. Появлялись друзья, которые занимаются этими важными проектами. И вот они появлялись в моей жизни, и, соответственно, мы тут же начинали делать эти проекты вместе с ними. У меня не так много ресурсов помочь. Я бы с удовольствием дал бы миллион долларов, но у меня его нету. Но я могу сесть и сделать работу. И мне кажется, что это нормально. Ну, скажите, а вот, например, логотип для благотворительного фонда «Подари жизнь» – вот это важная составляющая их успеха, их возможности привлечь средства для того, чтобы помочь детям? Конечно. Вот какая это часть? Ну, понятно, что кто-то может что-то сделать своими руками, кто-то может заработанные деньги подарить, отдать, вылечить кого-то. Кто-то может… Вот у нас была Елена Смирнова, генеральный директор фонда «Созвездие», она вообще говорила о том, что рада любой помощи, вплоть до того, что люди приходят, и кто-то собирает посылки для отправки, кто-то там вещи свои собирают, упаковывают, зашивают эти мешки для отправки по почте правильным образом, загнутым уголком. И всякие все нюансы, которые требуют, рук человеческих, рук усердия, времени, души, вот этого всего. Вот с дизайном как? Дизайн всё-таки это такая прикладная функция. Но вот если есть человек, человек – главное. Дальше, собственно, я должен сделать для него пальто, чтобы это пальто, кроме того, что прикрывало ноготу, оно ещё о чём-то говорило. Вот, добрый ли это человек, злой ли это человек, военный, невоенный. Это функция, которая должна работать. Речь не про красоту, про работу. Поэтому и фонд бы был, собственно, и работал бы всё то же дело без знака, но просто со знаком проще. Но в этот знак же вкладывался какой-то ваш дизайнерский смысл. Вот какой он? Как вы его читали? Ведь люди видят картинку. Ну вот картинка и всё. Такие цвета слева, справа, слева. В этом отношении очень важно, чтобы по картинке люди поняли, что это благотворительный фонд, что это хорошие люди, что это не чиновники, которые крадут и наживаются на благотворительность, а что это человеческая вещь для людей, и что по количеству цитат, что это вещь рабочая, и что люди действительно этим занимаются. Вот, собственно, вот функция. Вот это всё было вложено даже в логотип. Да. Удивительная вещь. А у хосписов, а вот какие-то проекты, которые с синдромом Дауна вы делали, это какие проекты? Мы подумали, что была бы хорошая история, чтобы какие-то события фонда подтвердить, делать выставки передвижные. Самая простая и дешёвая технология для передвижных выставок – это выставка плаката, поскольку делается тираж, и дальше, собственно, она легко перевозится и остаётся на месте. Там постоянные экспозиции, всегда же тоже есть проблема. Вот. Дальше мы предложили это делать нашим друзьям, российским дизайнерам и мировым звёздам. Все тут же согласились, и никаких гонорарах не было речи. Ну, то есть вы кинули какой-то клич, да? Да. Друзья, давайте объединимся. Да. Давайте поможем вот фонду. Да. И все согласились, и вы начали эту работу. Да. Много времени заняло? Ну, организационно, да, достаточно много. Организационно это было месяца три. То есть это можно сравнить, наверное, с каким-то уже таким проектом под ключ по большому счёту. Ну, это был единственный проект, которым мы занимались всё это время, но мы им занимались, потому что логистика доставки, отправки, печати, б-б-б-б-б-б, там было много всего составляющего, но в итоге Downside Out получил мощный инструмент, потому что тут же развешивали эти плакаты, и сразу это была какая-то другая эмоциональная сильная вещь, и сами отиски были, типография линии график сделала тоже практически бесплатно, насколько я помню. Это были ещё ручные, практически ручные отиски, так что они имели ещё какую-то, собственно, материальную ценность большую. И тепло, да? Да, 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 да. Интересно. А что это за плакаты? Какое изображение на них было? Главное условие подобных вещей, что ты приглашаешь людей свободных, поэтому ты им рассказываешь про... расскажешь историю, а они сами выдают свободный ответ. Он не цензурируется никоим образом. Но плакат это всё равно какая-то законченная форма графика. Все они рассказали про тоску, про даунсайда, про то, что это те же люди, про то, что нет разницы, про то, что должна быть любовь. В общем, было очень много очень позитивного, очень много позитивного текста. Такого на вперёд, на объединение, на любовь. И она какая-то действительно была такая в развеске, очень трепетная, и тёплая, и очень дружелюбная. То есть она получилась таковой, что не вызывала, наверное, эмоции огорчения, сожаления, какого-то уничижения. Нет, безусловно, нет. И прочих всех вот этих негативных вещей. Это что, к чему побуждало, вот эмоционально глядя на эти плакаты? К любви, к помощи. К любви, к помощи, к пониманию. К пониманию, конечно. К восприятию по-другому, да? То есть какая-то перемена внутри, в организме у человека, глядящего на это, она возникала? Я надеюсь, что да. Ну, мне сложно сказать, потому что хотелось передать это. Хотелось передать. А как вы относитесь вообще к таким заведениям, как благотворительные фонды? Вот ваше личное отношение к этому. У меня очень много друзей, занимаюсь благотворительными фондами. И я этим людям слепо верю и готов помогать им в любом виде. Или тем, кого знаю. Тем, кого знаю. Если я не знаю, я спрашиваю, если это оказывается близкий круг, то есть кто-то из моих друзей знает этих людей, то я тоже готов помогать. То есть все равно проверяя, вы готовы отдавать себе? Ну, в общем, мы живем в стране, где, конечно, доверие не является нашим национальным добродетелем. Но ведь помогать надо? Помогать надо обязательно. А кому надо помогать? Давайте подумаем. Кому надо помогать? Только больным? Только чем-то как-то ущемленным? Только необеспеченным? Только кому вообще? Вот людям в метро надо помогать? Вы знаете, это какой-то такой очень личный вопрос. Личный? Я как человек восточный, я понимаю, что помогать надо тем, кому ты знаешь точно, лично, что нужна помощь. Вот. И таких людей... Если есть человек в метро, и ты его знаешь, и видишь, что ему нужна помощь, пойди и помоги. Если есть какой-то фонд, которым занимаются твои друзья, и ты знаешь про них, что они действительно этим занимаются, пойди и помоги. И это даже, ну... Во-первых, это друзья, которым надо помогать. Во-вторых, это правда очень важное дело, потому что... Ну, если мы говорим, что мы вешаем плакаты, потому что нам хотелось бы жить в комфортном городе. Помогать людям надо тоже, потому что мы хотим жить в комфортном городе. Чем меньше несчастных, тем приятнее и комфортнее. Это, в общем, даже не помощь кому-то, это помощь себе, потому что это возможность самому жить в комфортном городе. Вот. Ну, ведь, если... Как по вашей логике, если начать помогать с того, кто тебя окружает, в своей семье, в своих друзьях, в своем доме, подъезде, где-то там ту же самую бумажку поднять выброшенную и сделать город лучше, где-то помочь обустроить в своем дворе что-то, покрасить те же двери, лавки, да, вот начиная с этого и дальше кто где, кто как, кто куда, но какую-то активность проявлять. Вот это смысл жизни, правильно? Это не смысл жизни, смысл жизни в другом. Смысл жизни достигать звезд, писать прекрасные картины, любить красивых женщин. Это смысл жизни. Оставаться человеком. Оставаться человеком. Ну, это тоже не смысл. Это, как бы сказать, инструмент. Это, ну, какие-то вещи, как чистить зубы. Чистить зубы же не является смыслом жизни. Ну, в общем, это какой-то этот... По большому счету, это должны делать все, но кто-то и не делает. Ну, кто-то и не чистит зубы, да. И теряет их потом. И теряет их потом, конечно. И так же все вот эти нити взаимосвязи выстраиваются. Если ты делаешь, отдаешь кому-то что-то, то эта сторица тебе обязательно возвращается с другого боку. Или не возвращается. Или не возвращается. Не важно. Это сделано для себя. Потому что покрашенную скамейку, ты на ней сидишь. То есть быть дарителем, это для себя. Быть дарителем для себя. Конечно. А когда те, кому ты даришь, получают это тепло от тебя, это твою заботу... Прекрасно. Это часть. Это все равно для себя. Это тоже для тебя, конечно. Это тоже для тебя. Но это же счастье. А что такое счастье в целом? Знаете, это какое-то ощущение того, что мир более или менее внутри какого-то понятного тебе круга гармонично устроен. То есть счастье в гармонии? Ну да. А у вас как? Есть эта гармония? Ну, может быть, локально? Или масштабно? Ну, иногда появляется это ощущение. То есть это все-таки временное какое-то ощущение? Ну да. Жить постоянно в счастье невозможно, его перестанешь, наверное, чувствовать. А скажите, а вам нравится жить в Москве? Мне в Москве нравится работать. Да и жить мне нравится. Вы вообще из Москвы? Я из Риги. Ну, в школе учился уже в Москве. Ну, то есть вы переехали в детстве и всю свою сознательную жизнь прожили в Москве. И как Москва эволюционировала на ваших глазах? Как по ощущениям? Холодный, злой город, в котором есть друзья. И это очень важно, потому что все-таки для меня Москва это люди, которые в ней живут. Друзья живут в Москве и работа есть в Москве. Это прекрасно. Конечно, не очень приспособлено для жизни. Но вы стараетесь куда-то убежать, где-то там затаиться в своих каких-то раковинах, чтобы поработать или подумать? Или как-то вообще как вы живете? Вы публичный человек? Ну, наверное, скорее да, чем нет. Хотя я пытаюсь минимизировать эти. То есть хочется все-таки спрятаться? Спрятаться хочется, да. А дома у вас висят плакаты? Вы знаете, я живу в доме, где ремонт был последний в 1934 году. И там жило много прекрасных людей, поэтому он скорее похож на музей квартир, уже неизвестно чего. Там нет ни одного сантиметра свободного, ни стены, ни пола, ничего. А что там в этих сантиметрах? Книжки, бумажки, картины. То есть ваше все пространство внутри дома, оно все занято? Вот, поэтому, к сожалению, нет возможности повесить плакатики. Но я столь сильно даю друзьям, чтобы они вешали. Прихожу к друзьям, они висят приятно. А как вы строите отношения с семьей? Что вы вместе делаете или не делаете? Как вы дружите? Вы знаете, у меня взрослые сыновья, вот, и они уже разлетелись, кто куда. Они выбрали другие профессии? Нет, один из них журналист, другой дизайнер. То есть есть продолжение в вашем роду? Не знаю. Пока только начало? Пока только начало, да. Но вы ему пытаетесь передать весь тот накопленный опыт? Он вас слышит? Он воспринимает вас как человека с перечисленными мною регалиями? Или просто папа? Мне трудно сказать. Он, мне кажется, сейчас учится в лучшей европейской школе дизайна в городе Айнховене, в Голландии. И там, в общем, много прекрасных дядек, которые говорят, наверное, гораздо более актуальные тексты, потому что все-таки в России не существует рынка дизайна. Ну, как и в многих рынках, он такой, он выдуманный. Реального рынка не существует. А в Европе он есть. И там другие механизмы с этим рынком соотноситься. А в России негде учиться дизайну? Ну, вот так, как вы себе это представляете. Ну, вот сейчас чуть фу, Арсений Мещеряков продвигает. Сейчас первый год отделения дизайна в школу экономики. Вот. И может быть, это будет то место, где можно будет учиться дизайну. Нет. Есть еще школы, лучше или хуже, но вот мы придумали сейчас принципиально новую систему обучения детей. Вот какая? Для Вышки. Смотрите, главная проблема России, вообще художественного обучения в России, что актерские ли вузы, литературные или художественные, они учат гениев и нацелены на появление гениев. При этом все понимают, что в группе 20 человек гений может быть один. А может и не быть вовсе. А может и не быть вовсе. Но все заняты поисками этого гения. А история заключается в том, что это профессия. И внутри этой профессии все профессионалы, все находятся на горизонтальном уровне. Появляется гений очень хорошо, но его не надо искать и на него строить обучение. Надо подготовить 22 профессионала, чтобы они все умели делать очень хорошо. Кто-то будет делать лучше? Отлично. Вот. И мы пытаемся делать такую историю про навыки, про профессию, про любовь к профессии в самых своих низменных проявлениях, не самых интересных. Но все равно это профессия. Это как сапожник. Понятно же, что такой хороший сапожник, что-то плохое. Да, бывает гениально. А может и не бывает. В принципе, хороший сапог тоже хорошо. Но, тем не менее, сапожному делу нужно научиться полностью, чтобы быть любым сапожником. Да. Это именно вы трактуете? Да, да, да. Хорошо. Хорошее знание, профессиональное знание дела, ремесла. А как вы думаете, какая перспектива у русских дизайнеров? На какой-нибудь срок, на 5, на 10, на 50 лет? Это все-таки профессия интегрировала какие-то большие процессы. и зависит от некого социального запроса. Есть две версии событий. В России происходит производственный или интеллектуальный какой-то бум, который востребует по-настоящему, по-человечески, бизнесово некую индустрию. Тогда появляются дизайнеры, которые индустрию будут обслуживать. И это, собственно, возможность прорыва для российского дизайна. Вот сейчас есть такая востребованность? Каждая компания старается в своем отделе маркетинга иметь как минимум одного дизайнера, который смог бы рисовать баннеры, логотипы, какие-то плакаты. Для отсутствующей конкуренции это все какие компании? Есть государственные корпорации, которым, в общем, конкуренция не нужна. Они и так монополисты на своих там рынках. Вот. А средний и малый бизнес не может себе это позволить, потому что он не может оплатить. И так зажатые налогами, он не может оплатить работу хороших дизайнеров. Берет плохих. А уже легче вообще никаких не брать. Нет, я имею в виду какая-то глобальная национальная идея, например, условные креативные бизнесы. Вот мы говорим, что Россия страна креативных бизнесов и нефти. Там, где креативный бизнес, начинается конкуренция между креативными бизнесами. И тогда действительно люди понимают, что победить в этой конкуренции можно с помощью хорошего дизайна. Тогда появляются хорошие дизайнеры. Они же появляются под запрос. Или страна говорит, мы тоталитарная страна, поэтому денег у нас нет, зато хлеба нет, зато будет много зрелищ. И у всех будет плакат рабочего колхоза. И вообще будет плакат рабочего колхоза. И это тоже повод появления хорошего дизайна. Третьего пути нету. Либо это востребовано бизнесом, либо государство, как главный заказчик, закрывает все остальные ворота и говорит, а теперь вот золото, знамена и золотые орлы. И кто лучше нарисует, все, это тоже поле для конкуренции. То есть это зависит от политического решения? Да. Нет никакого третьего пути. Но на текущий момент, вот с тем политическим строем, который есть, перспектива у российского дизайна есть? На него нет запросов. Пока нет запросов, не будет предложения? Не будет предложения, да. Но тем не менее, вы стараетесь как-то фрагментарно вместе со своими друзьями вносить в эту муть ростки, которые, может быть, через какое-то время дадут. Ну, да. Да, да. Этим и живете? Да, да. Когда он распрямляется после месячных пахот, в течение которых не видит ни семьи, ни друзей, ни детей, и света белого не видит, он задает себе вопрос, на который трудно ответить. Зачем это все? И вдруг понимает, что делает свою посмертную книжку и хочет, чтобы она была красивая, нарядная, и там было много хороших работ. Наверное, это единственное, чего хочет. Он понимает, что это не очень правильное целеобразование, но оно вот такое. А поскольку жизнь в работе это его сознательный выбор, то все остальное становится относительно маленьким. Игорь Гурович, гость программы «Жажда жизни» на Финам.ФМ. Спасибо. Спасибо.